12 февраля 2020 года когда фергюсон был особо в части на канале имперского колледжа в лондоне выходит рекламный ролик под названием имперский колледж на передовой борьбы с коронавирусом в ролике говорится следующее группа профессора него фергюсона обнародовала первые точные оценки размера вспышки очень точные профессор питер апеншо отслеживает как вирус влияет на тело иммунную систему профессору венди барклай первый начала изучать как распространяется респираторные вирусы типа гриппа и возглавляет работу по применению этих знаний коронавирусу и наконец профессор робин шатток возглавляет одну из нескольких глобальных лабораторий занимающихся разработкой внимание вакцины от коронавируса вакцина профессора шаттока готовится к испытаниям на животных и может быть испытана на людях через пять месяцев все что касается первых точных оценок размера вспышками обсудили могу дополнительно сообщить что на том же сайте имперского колледжа лондон 10 февраля то есть за два дня до упоминания о вакцине профессора шаттока говорилось о том что на основе данных полученных провинции хубей летальность ковида 2 равна примерно 18 процентов сквозь зубы указывалось также на то что у путешественника на ниже но если взять летальность 18 процентов а ее не было нигде ни в хубе и не в других местах на и чем медицин 19 марта 2020 сообщает что летальность к н.р. 1,4 процента то можно многое предсказать какое-то имеет отношение к нормальному прогнозу но не это главное а то что в качестве спасителя упомянут некий профессор шетток который вот-вот создаст вакцину и все произойдет тогда как голливудских фильмах герой вдруг находит обезьяну хватает колит себя или кого-то своего приятеля и себя они что-то смешивают делают дел и весь умирающий мир вдруг вздрогнул и начал выздоравливать 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 и все смеются и кушают гамбургеры и поют happy birthday to you и вообще все началось по-хорошему вот это спасение должен обеспечить профессор шетток еще раз повторяю того же имперского колледжа вон носит фергюсон и андерсон раскручивать панику а шетток говорит о том что будет спасать а организация одна и та же и связана там свой контраст и так далее ну так кто такой этот робин джон шетток он специалист по так называемой слизистой монологии профилактики вич почему ему было поручено возглавить британскую инициативу по разработке вакцина против ковида 19 отдельный вопрос можно ли собрать воедино разрозненные данные по поводу этого шеттока который родился в 1663 году и долгое время с января 90 года по март 2011 работал в лондонском университете сан-джордж в качестве профессора клеточной молекулярной медицины этот университет иначе называется медицинская школа подница святого георгия или сан-джордж ску шетток известен своими исследованиями по микробицидам он профессионал нет вопроса достаточно узкой важной сфере микробициды это средства местного действия которые в виде гелия или крема применяются до сексуального контакта для предотвращения инфекции передающихся полным путем ничего здесь не хочу девальвировать он понимает что такое микробициды шетток много где работа перечислять все эти места работы начиная с научной группы по микробицидам фода рокфеллера и кончая научно-консультативный совет международного партнерства по микробицидам также китайские южноафриканские и иные организации значит потратить много времени без особых результатов но три из многочисленных организаций в которой работал шетток сослуживают нашего серьезного внимания первый из них институт иммунологии в ля хоя шетток плотно вписан в руководство фонда ля хоя а это не без интересной организации институт иммунологии в ля хоя северо-западном районе калифорнийского города сан-диего был создан в 1988 году президентом и основателем института был японец доктор макота нонака а первым научным директором института был тоже японец доктор кемишиге ишизака выдающийся японский иммунолог сын японского генерала ушедший в отставку в 1933 году то есть задолго до краха японии кемишиге ишизака получил докторскую степень в 1948 году в токийском университете то есть он не танака он родом не из соединенных штатов он родом из японии до 1962 года он работал в японском институте здоровья по кафедре сирологии где возглавлял отдел иммуносирологии то есть исследование касающиеся диагностической идентификации антител в сыворотки крови с 1957 по 1959 доктор ишизака работал научным сотрудником в калифорнийском технологическом институте 1962 году доктор кемишиге ишизака и его женатый рука ишизака тоже выдающийся иммунолог переехали в америку по предложению некого сэма буконца при содействии этого сэма они стали работать иммунологами в медицинской школе университета колорадо расположена в городе дэнвер 1967 году работая в этом университете ишизака его женатый рука открыли антитела класса иммуноглобули в 1989 году кемишиге ишизака проработал более 20 лет различных медицинских центрах сша стал научным руководителем института аллергии и иммунологии в лохой я в 1990 году кемишиге ишизака стал президентом этого института он вышел на пенсию в 1996 и вернулся в японию тосковал по ней где работал почетным директором института иммунологии университете ямагата жена кемишиге ишизака трука ишизака столь же выдающийся иммунолог как ее муж с 2003 года институт на хоя работал вместе с национальным институтом аллергии инфекционных заболеваний тем самым институтом которым с 1984 года руководит энтони фаучи и который находится в составе национальных институтов здравоохранения n-i-h эти структуры мы уже подробно обсудили в связи с коронавирусом в предыдущих сериях конечно не безинтересно что во главе американского института в лохоя в течение многих лет находились коренные японцы переехавшие в сша и вернувшиеся в японию причем японцы из достаточно авторитетных семей но еще более интересно другое но мало ли на люди ездят по миру мало ли кто где работает а вот то более интересное чем этот крохотный факт который сам по себе мог бы не привлекать такого внимания состоит в следующем 2013 году институт лохоя расширил партнерские отношения с японской фармацевтической компании кайова хака кирин входящий холдинг кирин расширил эти отношения значит они были на официальном сайте холдинга кирин значится что он за 2019 финансовый год осуществлю продаж примерно 18 миллиардов долларов тоже касается фармацевтической компании входящих холдинг этой самой компании кайова хака кирин с которой начал расширять отношения институт лохоя в котором работал шетток то годовой доход за 2019 год 2 миллиарда 860 миллионов долларов в числе прочего данная компания занимается теми антителами которые так волнуют сейчас в связи с коронавирусом и у нее есть большие заслуги в том что касается работ осуществляемых в этом направлении еще раз японцы ее основали с японцами она особым образом дружит эта самая структура под названием студ лохоя в которой укоренялся шетток и эти японцы имеют определенные виды на спасительную вакцину которую должен создать шетток но не безинтересно правда если бы это было все может быть я не стал это обсуждать но это не все вторая заслуживающего наше внимание организация входящая в число тех которые господин шетток почтил своим участием в их работе научно-консультативный совет международного партнерства по микробицинам шетток работал директором этого совета на сайте совета написано что шетток цитирую руководит исследовательской группой занимающийся изучением патогенеза и передачи вич инфекции уделяя особое внимание разработке стратегий профилактики применимых к развивающимся странам его исследовательская группа сыграла важную роль выяснение раннего механизма передачи вич который используется на поступательной основе для разработки безопасных эффективных вагинальных микробицидов изучение новых стратегий вакцинации против вич группа доктора шеттока внимание получает финансирование от фонда welcome trust фонда билла и мелинды гейтс европейской комиссии национальных институтов здравоохранения сша уже при рассмотрении второй из организаций работа шеттоков которых может поведать нам что-то существенно мы сразу сталкиваемся и с фондом билла и мелинды гейтс и с welcome trust и с национальным институтом здравоохранения ну а третья организация которая может нам о чем-то поведать в том что касается господина шеттока это имперской колледж лондона извините что так часто повторяю это название как говорят в таких случаях из песни слов не вытянешь шетток работает в имперском колледже лондона с 2011 года в ноябре 2013 он выиграл грант на проект днк вакцинации который финансируется все тем же фондом гейтсов вот что написано на сайте имперского колледжа лондона по поводу этого достижения господина шеттока группа профессора шеттока отвечает за проект днк вакцинации который направлен на применение новейших технологических достижений в области днк вакцинации и иммунного мониторинга как на одноклеточном так и на молекулярном уровне с тем чтобы дать возможность детального зондирования развивающихся реакций вакцинных индуцированных антител 2017 года шетток является профессором кафедры медицины имперского колледжа лондона на сайте академии медицинской наук великобритании сказано что шетток цитирую был пионером в разработке того как использовать как лекарственные препараты так и пассивные антитела для предотвращения передачи вич сначала показав что они работают на моделях инвитро а затем переводя на клинические испытания такой перевод требует широкого международного сотрудничества и он то есть шетток был лидером в их создании стимулируя разработку профилактических вакцин на основе лекарственных средств частности создав и направляя европейскую сеть передового опыта по вакцинам и микробицидам который координировал финансируемые с исследования в 40 учреждениях с 2020 года шета координирует европейскую инициативу по вакцинации против спида на сайте этой инициативы сказано что она представляет собой цитирую консорцию возглавляемой имперским колледжем лондона что этот консорциум цитирую объединяет ученых из 22 учреждений объединяя их знание опыт для разработки новых вакцин кандидатов которые могут быть использованы для испытаний на людях в течение пяти лет понятно почему нас спасет шеток и как цепи связано с имперским колледжем то есть почему нас спасет имперский колледж а также волком траст и другие шеток является также членом управляющего комитета передовых технологий иммунизации сокращенно aditec а также членом управляющего совета по повышению иммунного качества вакцин и если кто-то считает что господин шеток работающий поинтересующий нас теме ковида в имперском колледже лондона и господин фергюсон работающий там же по той же теме а также примыкающий к ним господин андерсон существует отдельно друг от друга то этот кто-то для меня странный чувак фергюсон вопит о том что без вакцины против ковида миру угрожает полная гибель весь мир помрет шеток от рекомендовывается как главный спаситель который создать вакцину андерсон все это координирует рядом с этим находятся все знакомые нам организации и все это никак не связано друг с другом извините но так не бывает а теперь я предлагаю обсудить другой гораздо более сложный вопрос и оговорюсь при этом то никакого желания демонизировать японию у меня нет чтобы демонизация повторяю снова это основа конспирологического метода где надо ухватиться за какой-то фактор абсолютизировать его и начать вопить смотрите смотрите вот кудахтать по поводу этого снесенного яйца мой метод заключается в том чтобы построить систему где есть много элементов и много факторов и есть ли в числе факторов наряду с форд-детрик и так далее существует японский фактор я обязан его выделить а не демонизировать я с глубочайшим уважением отношусь к японии к ее культуре у меня так сказать есть старая дружба с японскими так сказать представителями театрального мира я как бы всегда как бы внимательнейшим образом относился к японской традиции что вовсе не исключает моего омерзения по отношению к японским зверским опытом сфере создания биологического оружия и геноциду осуществляемого японцами так же как и нацистами но это же не значит что я не люблю шиллера или германию ровно то же самое касается японии но главное поймите еще раз картине есть много элементов они важны и связи между ними важны если вместо этого выхватить эти и начать его тыкать в нос будет черти что сапоги в смятку если не указать на него будет пустота поэтому я сейчас буду говорить о японском факторе на не апонском заговоре и не японском демонизме об одном из факторов которые несомненно существуют кто такой гарри танака ставший основателем бизнес-школы имперского колледжа лондона это японец родившийся в сша работавший в сфере инвестиций в интернет компании отсидевший срок за мошенничество и продолживший вместе со своими сыновьями определенную деловой активность касающиеся в том числе и разного рода инвестиций на юко-омкову продукцию есть этот танака он не выдуман да должна за него отвечать великая японская культура великая японская нация конечно нет это бред но он есть или нет он есть он никак не связан с имперским колледжем лондона а также с теми представителями этого колледжа которых я все время обсуждаю фергюсон андерсон шеток и так далее мы с ними никак не связан так не бывает а что такое обдувать и в джамиль это компания с которой связан все тот же имперский колледж в лондоне и лично господин фергюсон что это за компания это какой-то особо удачный дистрибьютор японской фирмы тойота не так ли этот дистрибьютор никак не связан с танакой нужно совсем не знать японию чтобы представить себе такую несвязанность а что такое институт именологии в ля хоя с которым связан шеток который сидит в лондонском колледже в имперском колледже лондона это институт созданный коренными японцами приехавшими в сша это институт завязавший прочные связи с одной из крупнейших японских фармацевтических компаний и что эта компания никак не связана с другими японскими начинаниями которые рассматривают она никак не связана 16 японскими фармацевтическими гигантами которые на паях с гейтсами и национальными институтами здравоохранения сша создали платформу для разработки вакцин именуемую глобальный фонд инновационных технологий здравоохранения джа шайте такая несвязанность крупнейших начинаний занятых одним и тем же и кооперирующихся в одной и той же сфере просто невозможно или по 10 лет сидят условно говоря в одной комнате занимаются одним и тем же все время друг с другом обсуждают совместные проекты выпускают совместные продукты и никак друг другом не связаны говорит ли это о каком-то заговоре не боже мой это говорит ровно о том на что я указал и если бы меня попросили что-то конкретизировать то я ответил бы словами льва николаевича толстого сказавшего что конкретизировать написанное в романе анна карегина он может одним способом снова написав этот роман означает ли все сказанное что японский след единственной нет не означает 7 июня 2020 года имперский колледж лондона сообщил что создал совместно с гонконгской компанией morning side ventures новое предприятие вак equity global health в g h миссия этого предприятия быстрая разработка и производство вакцины от коронавируса больших количествах для всего мира вакцина будет иметь умеренную цену и будет доступна даже беднейшим странам компания morning side была основана в 1986 году семьей чем из гонконга она является ведущим мировым инвестором в области естественных наук в 2014 году братья ронни и джеральд чэн пожертвовали 350 миллионов долларов школе общественного здоровья гарвардского университета знак признательности за столь щедрый дар университет присвоил школе общественного здоровья имя дзен си чэна отца братьев чэн переехавшего из китая в гонконг в сороковые годы двадцатого века и основавшего здесь в 1960 году компанию по недвижимости ханг лунг групп помимо предприятия в джи эйч имперский колледж и морнинг сайт создали еще одно предприятие вакс equity в икс ти задача в икс ти разработка технологии самоусиливающейся рнк для лечения не только ковид 19 но и других заболеваний как сообщает имперский колледж два новых предприятия опираются на многолетние разработки профессора робина шеттока который впервые создал технологию самоусиливающейся рнк что такое технология самоусиливающейся рнк как не раз пояснял сам шетток его группа применила абсолютно новый подход к созданию вакцины этот подход заключается в том что на основе генетического кода вируса искусственно создается рнк содержащая последовательность от белка шипа как у сарс ков-2 и от фермента который позволяет быстро делать копии самой этой рнк попадая в клетку это рнк размножается и клетка на ее основе начинает производить белок шип который потом попадает на поверхность клетки организм начинает вырабатывать антитела на этот белок полученные таким образом антитела будут реагировать на такой же белок как у сарс ков-2 сразу после попадания вируса в организм и не дадут ему эффективно размножаться утверждается что подход группы шеттока позволяет получать вакцину от любых болезней в рекордные сроки и делает ее производство очень дешевым после того как рнк синтезирована она сама быстро размножается в клетках что позволит рекордно быстро произвести миллионы доз вакцины на разработку вакцины от ковид-19 правительство великобритании выделила имперскому колледжу 40 миллионов фунтов стерлингов еще 5 миллионов фунтов стерлингов имперскому колледжу предоставили доноры именно эта поддержка помогла команде профессора шеттока получить генетический код ковид-19 из китая и разработать пробную вакцину для испытаний на животных и подготовки к испытаниям на людях в течение 14 дней в январе как отметил робин шетток цитата новые предприятия являются для нас наиболее эффективным способом быстрой дешевый и международной доставки вакцин от ковид-19 не говоря о подготовке к будущим пандемиям джеральд чем сказал технология создания вакцин имперского колледжа это революционная инновация которая легко адаптируется эта технология была разработана с научной строгостью и с учетом масштаба производства который требуется для любого решения в условиях текущей пандемии 15 июня 2020 года группа шеттока объявила о начале испытаний вакцины на людях поскольку проведенное тестирование вакцины на животных доказала ее безопасность и привело к выработке антител коронавирусу как указано на сайте имперского колледжа дальнейшее испытание вакцины с участием уже 6000 человек запланированы на октябрь 2020 года если эти испытания на людях будут успешными вакцина имперского колледжа может быть распространена великобритании и за рубежом в начале 2021 года а вот теперь а той самой сэппи которая должна спасти человечество подарив ему вакцину от ужасного кольда в этой структуре как мы знаем находится место и для японцев и для гейтса и для национальных институтов здравоохранения в сша и для имперского колледжа лондона словом для всего этого и чего то еще сорок с лишним лет назад моя семья сняла дачу в поселке примыкавшим к месту где проживали советские вожди моя маленькая дочь гуляя с бабушкой по полям и рощам время от времени утыкалась высокий добор которым та или иная дача вожди отделялась от сопредельных территорий вздыхая моя дочь говорила а пать дача я вспомнил это ознакомившись с сэппи исполнительным директором который является кто бы вы думали но давайте по порядку концепция сэппи была описана гораздо раньше официального объявления и основании которое было сделано в январе 2017 до 8 а концепция это было изложено 2015 в июльском номере журнала the new england journal of medicine статья называлась создание глобального фонда по разработке вакцин с авторами статьи выступили британский исследователь джереми фаррер директор знакомого нам welcome trust а американский врач терапевт стэнли плоткин один из разработчиков вакцины от кори и американский эксперт по инфекционным заболеваниям адель махмуд разработчик вакцин против вируса папиллома человека в пч и ротовирусы идею сэпи обсудили более конкретно в январе 2016 в давосе на всемирном экономическом форуме а 6 сентября 2016 года заработал сайт будущей организации сэпи о чем нас радостно проинформировал журнал science вот информация с официального сайта сэпи никакой другой не хочу сэпи была основана давосе правительствами норвегии и индии а также фондом билла и мелинды гейтс фондом welcome trust и международным экономическим форумом давосе сэпи получил финансовые инвестиции от правительств австралии бельгии канады дании эфиопии финляндии германии японии королевство саудовской аравии нидерландов норвегии великобритании швейцарии а также от фонда билла и мелинды гейтс и фонда welcome trust еврокомиссия также предоставила значительные денежные взносы для поддержки своих проектов через ее механизмы сэпи также получает пожертвования частных компаний лиц через фонд солидарности по борьбе с кови 19 при оон для поддержки усилий по разработке вакцины от кови 19 тесное сотрудничество с международными партнерами также важно для достижения успехов нашей работе по разработке вакцин против новых инфекционных заболеваний вот почему мы работаем с промышленностью регуляторами и другими органами чтобы гарантировать то что любая вакцина который мы разрабатываем получит лицензию и будет доступна тем кто в ней нуждается сэпи позиционируется как партнерство государственных частных филантропических и гражданских организаций которые будут финансировать и координировать разработку вакцин против высоко приоритетных угроз общественному зароохранению ну куда уж приоритетнее ковида да сэпи также будет контролировать базовые технологии производства вакцин для быстрого ответа на новой инфекционной болезни при этом речь идет о вакцинах против заболеваний обладающих высоким пандемическим эпидемическим потенциалом и так я уже информировал о том что сэпи избрана на роль спасителя человечества от коронавируса и как мы видим все подтверждается ну а теперь по поводу того почему мне вдруг вспомнилось это самая подача сказанная когда-то моей маленькой дочери потому что исполнительным директором организации сэпи выступает ричард хатчет и я вправе сказать апать хатчет потому что это тот самый ричард хатчет который входил в созданный много лет назад мозговой центр рамсфилда занятой всеобщей карантинизацией невозможной или представлявшийся невозможной человечеству до того как этим занялся рамсфилд с помощью хатчета и других при том что напоминаю эта карантинизация должна была осуществляться в ответ на применение биологического оружия китайской народной республикой против соединенных штатов америки в первой серии этой передачи я уже обратил внимание зрительно на то что глобальный карантин штука беспрецедентная и что сама модель таких карантина была впервые разработана недавно в начале 21 века что разработана эта модель была в центре созданным господином рамсфилдом весьма яростным цепки свирепом и эксцентричным министром обороны при президенте сша джорджа буш младше я обратил также внимание на то что пробирка который щеголял в оон госсекретарь сша колин пауэлл доказывает что ирак обладает биологическим оружием и саддам хусейн хочет его применить это было густапсовой ложью но как мы знаем сработала имеет отношение к начинанию господина рамсфилда а также ко всему что вертелось вокруг форта детрик ключа управление сознанием и пытки спец тюрьмах тогда же я упоминал имена тех кто входил тот спеццентр рамсфилда который разрабатывал будущий глобальный спец биологический шок и в числе этих имен я уже называл имя ричарда хэтчета и вот теперь опять тот же ричард хэтчетт но уже как исполнительный директор цепи этого будущего спасителя человечества от коронавирусного шока и что же нам говорит этот хэтчетт вы еще не забыли компанию gsk которая превратилась фармакологического гиганта тесно связано с тем волком трастом который вручил хэтчету мандат исполнительного директора сепи этого спасителя человечества от кови до 19 ну так вот 7 февраля 2020 года было объявлено что сепи начинает сотрудничество с gsk с целью консолидации глобальных усилий по разработке вакцины против нового коронавируса 2019 нков круг замкнулся спасать будет цепи ше так и другие но делать это будет gsk вкратце напоминаю что оборот gsk 2019 году составил 33 8 десятых миллиардов фунтов стерлингов или 43 миллиарда долларов операционная прибыль gsk 2019 составил 9 миллиардов фунтов стерлингов или 11 миллиардов долларов что объем инвестиций gsk в исследование разработки составил порядка четырех и трех десятых миллиардов фунтов стерлингов или более пяти миллиардов долларов что gsk разрабатывать 39 перспективных лекарств 15 перспективных вакцин, а одну суперперспективную, ради которой вы должны сидеть по домам. Сообщив об этом, передаю слово господину Хэтчету, который является, напоминаю об этом еще раз, исполнителем-директором СЭПИ, лишь потому, что ему такой мандат вручил фонд Welcome Trust, прочно связанный с компанией GSK. Вот что говорит Ричард Хэтчет по поводу счастливого бракосочетания с ЭПИ и GSK. Вот лучше него никто не скажет. Цитирую. Получение доступа к ведущей в мире технологии адювантов GSK является огромным шагом вперед в разработке вакцин против нового коронавируса. Соединение адювантных, то есть ориентированных на комплекс веществ, повышающих иммунный ответ, в том числе и при вакцинации, в системы GSK с финансируемыми нами передовыми технологиями, потенциально может обеспечить доступность большего количества вакцины за счет уменьшения дозы вакцинного антигена, необходимой для защиты. Такая экономия антигена поможет поставить большее количество доз вакцины, увеличивая количество людей, которых можно защитить. Значит, он прямо говорит, что будет делать GSK, и что они все это создали, а далее говорит, а ну-ка, GSK, иди к нам с продуктами. Продуктами. А вот что говорит по поводу счастливого брака СЭПи и GSK Томас Бройер, главный медицинский директор GSK Вакцинас. Цитирую. Как лидеры в области науки и инноваций, мы верим, что сможем внести свой вклад в борьбу с коронавирусом с помощью одной из наших передовых адювантных систем. Наша технология ранее успешно используется в подготовке к пандемии гриппа. Она позволяет использовать небольшое количество вакцинного антигена и производить больше доз вакцины – важнейшее преимущество у своих пандемий. А вот что говорит по тому же поводу Роджер Коннор, президент GSK Вакцинас. Мы верим в то, что СЭПи может сделать значительный вклад в борьбу со вспышкой COVID-19. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в передовые исследования ученых из университета Квинсленда. И мы открыты для сотрудничества с другими партнерами, чьи разработки можно использовать с нашими адювантами. Ну то есть с вот этими уменьшителями доз антигенов. А вот что говорят находящиеся на подхвате у GSK СЭПи ученые из этого самого университета Квинсленда. Вице-президент Квинслендского университета Питер Хой восторженно заявляет о том, что исследовательская группа университета Квинсленда работает над вакциной против коронавируса. Возможность использования адювантов GSK позволит нам провести важные доклинические исследования, предназначенные для оценки эффективности вакцины. А дальше следует нечто, напоминающее сообщение Международного информбюро по поводу ведущихся антиковидных боевых действий. СЭПи будет координировать взаимодействие между GSK и организациями, финансируемыми СЭПи и заинтересованными в тестировании своих разработок с использованием адювантной системы GSK для создания эффективных вакцин против коронавируса. Первое официальное соглашение в рамках партнерства было подписано между GSK и университетом Квинсленда Австралии, который заключил партнерское соглашение СЭПи в январе 2019 для разработки молекулярной платформы, предназначенной для отбора и масштабирования производства противовирусных вакцин. СЭПи расширило финансирование этого проекта для работы над вакциной кандидатам против коронавируса. Доступ к адювантным системам GSK позволит интенсифицировать эти исследования. GSK занимается адювантными системами. То есть системами, позволяющими повысить иммунитет, она не занимается самой вакциной. Вопят так, как будто бы GSK. Все понятно почему. Потому что СЭПи создана этой системой. И во все будет впариваться этот адювант. А что касается вакцины, ее же надо еще создать, а потом, чтобы адювант в нее впаривать. 6 марта 2020 года Ричард Хэтчетт в эфире телеканала Channel for News заявил, что с 1918 года, со времени эпидемии испанского гриппа, не было вируса, который бы сочетал в себе два качества – столь высокую заразность и столь высокую летальность. Я не думаю, что это сумасшествие – проводить аналогию между этой ситуацией и Второй мировой войной, ведущая. Многих людей может удивить, если не оскорбить, что вы это сравниваете со Второй мировой войной. Вы пользуетесь этими военными метафорами. Вы это представляете чем-то очень страшным, но у вас ведь материальный интерес напугать людей, чтобы получить инвестиции на вакцину. Что вы на это ответите? Хэтчетт. Я работаю в сфере готовности к эпидемиям уже 20 лет и могу сказать абсолютно бесстрастно, не поднимая градус и не применяя гиперболы. Это самое страшное заболевание, с которым я сталкивался за всю свою карьеру. Это включает Эболу, БВРС и САРС. Оно страшное из-за комбинаций заразности и летальности, во много раз превышающий грипп. Ну так вот, и впрямь опять хэтчетт. Но только ли хэтчетт. 22 апреля 2020 года «Нью-Йорк Таймс» напомнила, что идея социального дистанцирования как меры неведикантозного вмешательства при борьбе с эпидемией впервые была озвучена в Национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 год и указала имена Картера Мехера и Ричарда Хэтчета в качестве основных авторов этой идеи социального дистанцирования, согласно которой будете одним домом выходить гулять в одно время руки за спину, а другим домом в другое время и тоже руки за спину. Вот что говорит «Нью-Йорк Таймс». Доктор Хэтчетт и Мехер предложили, чтобы американцы в отдельных точках могли бы вернуться к подходу самоизоляции, который впервые широко был применен в средние века. Я цитирую «Нью-Йорк Таймс». То, как эта идея, родившаяся из просьбы президента Джорджа Буша по обеспечению лучшей готовности нации к следующей вспышке заразной болезни, стала сердцем национального руководства по ответу на пандемию, является одной из нерассказанных историй коронавирусного кризиса или коронавирусного безумия, как я говорю. Когда они, Мехер и Хэтчетт, или Хэтчетт и Мехерт, предоставили свой план высокие чиновники, которые, как и другие в США, привыкли опираться на фармацевтическую индустрию с ее растущим ассортиментом новых лекарств против новых медицинских вызовов, встретили его, это их предложение, со скептицизмом и долей насмешки. Газета подчеркивает, что Мехеру и Хэтчетту пришлось преодолеть сильное внутреннее сопротивление. Сегодня концепция социального дистанцирования, взятая из средних веков, как говорит газета, хорошо знакома почти каждому. Но когда она впервые была продавлена через федеральную бюрократию в 2006-2007 годах, она рассматривалась как ненужная и практически невыполнимая. Люди не могли поверить, что стратегия будет эффективна или сколько-нибудь выполнима, вспоминал доктор Мехер. Для того, чтобы эта недавняя информация из Нью-Йорк Таймс прозвучала еще более злободневно, хотя, казалось бы, дальше-то уж некуда, я зачитаю небольшой кусок из той бушевской национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 года, а который через 14 лет упомянула уважаемая американская газета «The New York Times». Итак, цитата из «Национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 года». Страница шестая. Меры по защите границ и прекращению транспортировок будут наиболее эффективны для замедления пандемии, если они являются частью более масштабной стратегии, которая включает в себя другие виды вмешательства, такие как меры по борьбе с инфекцией гигиены рук и правила кашля, социальное дистанцирование, изоляция, вакцинация и лечение антивирусными препаратами. Говорилось в этой национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 года, сказано это было по заказу Джорджа Буша, Рамсвелда и других, а выполнено Хэтчетом и Мехером и не только ими. Так что же, граждане, и впрямь опять Хэтчет, и опять Мехер, да и еще кое-кто, и все это для того, чтобы вас сначала заперли в квартиры, а потом на время, вплоть до второй волны пандемии, выпустили, пообещав вторую, третью ходку, прошу прощения, волну COVID-19. Кто такой этот Ричард Хэтчет? Он учился в частном институте Вандербильды в медицинской школе при медицинском центре этого университета. Стал доктором наук, проработал в разных медицинских институтах, в 1997 занимался в Африке лихорадкой Эбола. С июня 2002 по июнь 2004 работал старшим советником в Управлении общественного здравоохранения по готовности к чрезвычайным ситуациям. При том, что само это управление было создано только при Джорджа Буше, его министром здравоохранения Томми Томпсоном, который тоже разминал тему лобального карантина как ответа на биологический удар коммунистического Китая. Затем Хэтчет был координатором программ Минздрава США, ориентированных на противодействие терроризму. Антитеррористические учения под кодовым названием TOP OF 2, TOP OFFICIALS, высшие официальные лица, носили широкомасштабный характер. Целью учений, состоявшихся в мае 2003 года, было выявление уязвимых мест в системе взаимодействия между различными организациями федерального и местного уровня в момент наступления террористической угрозы. Планирование TOP OF 2 началось в июне 2001 года. Результатом работы сотен специалистов по защите от оружия массового поражения стал 200-страничный сценарий. По сценарию, сначала в центре Сиэтла террористы взрывают грязную бомбу – взрывное устройство, распыляющее радиоактивные вещества. Затем события переносятся в Чикаго. В городские больницы Чикаго начинают поступать больные с симптомами, напоминающими грипп, причем за сутки их количество увеличится в несколько раз. Согласно сценарию, диагноз, поставленный местными врачами, подтверждают специалисты расположенного в Атланте Центра контроля и предотвращения эпидемии. Выясняется, что чикагцы подверглись атаке с применением биологического оружия, неизвестного вируса, еще три дня назад. Таков инкубационный период заболевания. Население Чикаго охватывает паника. Чикагские власти раздают лекарства обезумевшим толпам. Между тем, в канадской провинции Британская Колумбия и в канадском городе Ванкувере внезапно вспыхивает эпидемия, похожая на грипп болезни, завезенной пассажирами, прибывшими из Чикагского международного аэропорта. На сайте Global Security учение Top of 2 названо самым крупным и наиболее всеобъемлющим учением по борьбе с терроризмом, когда-либо проводившимся в Соединенных Штатах. С июля 2005 по январь 2011 Хэтчет занимал в уже много раз обсужденных нами Национальных институтах здравоохранения NIH должность заместителя директора по исследованию радиационных контрмер и чрезвычайной готовности. Хотелось бы особо подчеркнуть, что бюджет этих самых Национальных институтов здравоохранения не просто огромен. Он еще и вырос за последние 20 лет в 2,5 раза. В 1999 году он был в 15,5 миллиардов долларов, а к концу 2018-го раздули до 37. На сайте военного бизнес-центра в Северной Каролине указывается, что в 2005-2006 году Хэтчет занимал, цитирую сайт, «должность директора по политике в области биозащиты в Совете национальной безопасности Белого дома и был основным автором национальной стратегии осуществления плана по борьбе с пандемическим гриппом. В этом качестве он помог разработать политику и развить стратегии для смягчения последствий пандемии и обеспечения готовности к другим пандемиям». Хэтчет еще много чем занимался, включая координацию медицинской программы по ликвидации последствий ураганов Катрина и Рита. То есть это человек другой деловитости, это не в чистом виде скандалист, как этот Фергюсон, карьерный скандалист, понимающий точно, в чем состоит заказ, и его выполняющий. Это человек с сочетанием каких-то знаний с большим и хищным организационным потенциалом. Такая оригинальная деталь. В январе 2008 года Хэтчет стал дьяконом Пресвитарьянской церкви в Брэдли-Хиллз, в Беттесде, штат Мэриленд. Мы вновь утакаемся в ту конфессиональную тему, которой пришлось заниматься в связи с Рэдфилдом, Шепардом Смитом, вице-президентом Пенсом, к которому нам еще придется вернуться. И, как говорилось в советскую эпоху, другими официальными лицами. С апреля 2009 по апрель 2011 Хэтчет работал в штабе национальной безопасности США при Белом доме в должности директора по политике и медицинской готовности. Речь шла о готовности к пандемии. Годы, слышите? 2009-2011. Штаб национальной безопасности США, должность директора по политике и медицинской готовности к пандемии. Я не подтасовываю 5-6 фактов. Эти факты валятся и в одну и ту же лузу попадают. Может, и хочется, чтобы другие попадают в ту же. А как гласит теория вероятности, это не бывает, когда этих фактов очень много. Чтобы они просто случайно попали в одну и ту же лузу, если луз много. С января 2011 по март 2017 Хэтчет работал в Министерстве здравоохранения и социальных служб США в отделе передовых биомедицинских исследований и разработок. Барда. В должности главного врача и заместителя управляющего. С марта по ноябрь 2016 он был там управляющим в отделе передовых биомедицинских исследований и разработок. На сайте Лондонской школы гигиены и тропической медицины указывается следующее. В Барда, то есть в этом отделе передовых биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения, доктор Хэтчет руководил программами по разработке медицинских контрмер против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, пандемического гриппа и новых инфекционных заболеваний и руководил разработкой вакцин, терапевтических средств и средств диагностики для ряда новых вирусов или помогал в этой работе, включая вирусы группой H3N2V, гонконгский грипп, и H7N9, птичий грипп, МЭРС, ближневосточный респираторный синдром, лекаратки Эбола и ЗИКО. С апреля 2017 года Хэтчет является исполнительным директором СЭПИ. Понятно, кто нас спасает? Уважаемые граждане, вас будут спасать комплексно. Комплексно. Не только через вакцинацию, но и через нее тоже. Одновременно он вошел в правление СЭПИ, коллегиальный орган управления, в котором представлены инвесторы, наблюдатели и ключевые специалисты в различных областях, связанных с деятельностью СЭПИ. Члены правления делятся на две группы – с правом голоса и без права голоса. Исполнительный директор в правлении права голоса не имеет. Хэтчет – не единственная фигура, пришедшая из Рамсфелдовского прошлого для того, чтобы навязать нам ковидную благодать. В правление СЭПИ входит также некий Раджиф Венкая. В отличие от Хэтчета, у Венкая в правлении есть право голоса. На сайте СЭПИ указаны такие регалии данного гостя из Рамсфелдовского прошлого. Вакцинное подразделение Токеда Фармацитика Компани Лимитед. Токеда – это крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в 15 крупнейших компаний в мире. Это японская по своему генезису компания. Ее основатель – японец Тобеа Токеда. А ее ключевая фигура – президент компании, господин Ясутико Хасегава. Центральный офис компании находится в городе Осака. Там же находится один из научно-исследовательских центров. Одновременно это глобальная исследовательская структура, заводы которой много где находятся, включая Россию. Оборот компании в 2019 году составил почти 31 миллиард долларов. Вот о чем вспоминает 24 апреля 2020 года член Совета СЭПИ, обладающий правом голоса. Он же руководитель вакцинного подразделения, этой самой Токеда, господин Раджиф Инкайя, который служил когда-то специальным помощником президента и старшим директором по биологической защите в Белом доме. Когда это было? С 2005 по 2007 год. Раджиф Инкайя был также основным автором национальной стратегии по пандемическому гриппу. Спросит, а как же Хэтчет, Мехер и другие? Успокойтесь, сам Инкайя нам все расскажет. Вот что говорит Инкайя. 15 лет назад, в ответ на угрозу птичьего гриппа H5N1, моя команда в Белом доме разработала национальную стратегию борьбы с пандемическим гриппом. Мы осознали, что миру придется пройти первую волну пандемии и, возможно, вторую волну без вакцины. Под руководством доктора Ричарда Хэтчета и Картера Мехера мы работали с разработчиками моделей заболеваний и ключевыми заинтересованными сторонами над созданием стратегии скоординированных вмешательств на ранних этапах, таких как закрытие школ и социальное дистанцирование для отсрочки и снижение пика заболеваемости и сокращение общего числа заболевших. Насчет общего числа уже все сказано, что нет сокращения. Поскольку тут наряду с Хэтчетом упоминается и господин Мехер, то я даю краткую справку о Картере Мехере, докторе медицины в области реомиматологии, старшем советнике управления здравоохранения Министерства по дерлам ветеранов Соединенных Штатов Америки, который входил в группу Рамсфилда, чьи деяния описывает цитируемый мной Раджи Фенкая. Поскольку длинное вкливание в важное интервью господина Венкай нецелесообразное, то я приведу только самые существенные сведения по поводу Мехера. 11 апреля 2020 года Нью-Йорк Таймс написала, что, цитирую, «Через неделю после того, как в США был выявлен первый случай коронавируса и за шесть недель до того, как президент Трамп наконец принял агрессивные меры для противодействия опасности, с которой столкнулась нация, пандемией, которая, как прогнозируется сейчас, унесет десятки тысяч жизней американцев, доктор Мехер торопил самых высокопоставленных бюрократов от здравоохранения пробудиться и подготовиться к возможности более суровых действий. «Вы, парни, смеялись надо мной, когда я кричал о закрытии школы, теперь я кричу, закрывайте колледжи-университеты», написал Мехер группе «Красный рассвет», пишет газета Нью-Йорк Таймс. В данном случае газета именует «Красным рассветом» некую цепочку или цепочки писем, организованные главным медицинским сотрудником Департамента внутренней безопасности доктором Дуэйном Канива и близкими к нему кругами медицинских экспертов и друзей. Их количество в итоге выросло до нескольких десятков. «Красный рассвет», как сказал доктор Канива, был предназначен для обмена информацией между коллегами, отвечающими за COVID-19. Это такая спецсвязь, которая называется «Красный рассвет». При этом коллеги господина Канива были врачами из различных ведомств, включая Пентагон и Департамент внутренней безопасности. Коллеги постепенно раздражались все более от того, что Трамп не ловит мышей и не вводит крайних мер. Одним из этих коллег по «Красному рассвету» был этот самый доктор Мехер. Приведя его обращение к коллегам по линии «Красного рассвета», то есть некой параллельной бюрократической полусекретной структурой, «Нью-Йорк Таймс» более подробно информирует нас о позиции Мехера. «Как бы вы их не занижали», имеются в виду параметры распространения инфекции, обсуждаемые в этой параллельной системе «Красным рассветом», да? Это самое Р0 и все прочее. «Как бы вы их не занижали, ситуация будет плохой», написал старший консультант по медицине в Министерстве по делам ветеранов, доктор Картер Мехер, 28 января 2020 года. Кому Мехер это написал? Вот этому «Красному рассвету», то есть некой группе экспертов, ведомственных, сидящих в ведомствах, экспертов по здравоохранению. Значит, эти эксперты разбросаны по разным ведомствам и университетам и собраны вместе под названием «Красный рассвет». Теперь их инструктирует Мехер. Он говорит, занижайте, занижайте параметры, занижайте, все равно ситуация будет плохой, и еще не то придется делать. Это я вам говорю, я знаю, что говорю, я все это разрабатывал, я главный по разработке, циц! Как сообщает New York Times, Мехер еще 28 января, цитата, «предупредил, что Всемирная организация здравоохранения и Центр контроля и профилактики заболеваний запаздывают с ответом на новый коронавирус». А вот цитируемая New York Times выдержка из письма Мехера 28 февраля. «Я думаю, эти данные достаточно точны, чтобы убедить людей, что это все станет совсем плохим, и нам потребуется применить полный набор средств, то есть точечное многоуровневое сдерживание, ТЛС». Ну вот, применили только. Вот теперь все облегченно вздыхают, что вроде кончают применять, и что не до конца еще применили. В смягченной схеме успокойтесь. «Все еще впереди, все еще впереди». Ну а теперь я возвращаюсь к воспоминаниям господина, который во времена Буша руководил и Мехером, и Хэтчеттом, и другими стоявшими истоком стратегии всеобщей карантинизации. Говоря о необходимости объяснить эту стратегию, господин Раджиф Венкая вспоминает о задействованной тогда для такого объяснения метафоре, которая, по его мнению, крайне актуальна и сейчас. Что же это за метафора? «Объясняя стратегию, говорит Раджиф Венкая, мы попросили людей представить себе каждый вид вмешательства, например, закрытия школы, как кусочек швейцарского сыра, несовершенный барьер для передачи вируса, представленный отверстиями в сыре. Когда в начале вспышки комбинируется несколько частичных эффективных вмешательств, как положенные друг на друга кусочки швейцарского сыра, отверстия перекрываются, и передача вируса замедляется или даже прекращается. Предлагаю всем гражданам России непрерывно представлять себе кусок сыра в виде успокоительного образа, смягчающего их отсидку, прошу прощения, пребывания в самоизоляции. Ну и вспоминать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А здесь речь идет о сыре с фантастической ценой, во многие триллионы долларов. Что же касается того господина, который делится с нами этими воспоминаниями, то он ведь не останавливается на делах давно минувших дней, а говорит о ковиде следующем. Правительство по всему миру применили варианты этой стратегии сыра против ковид-19. Южная Корея добилась успеха с особо эффективным кусочком сыра. Массовое тестирование, отслеживание контакта, карантин и изоляция. Как только было признано, что ковид-19 передается в США, Штаты приняли многоуровневые подходы наши, чтобы избежать катастрофической нагрузки на больницы и спасти жизни. Мы только начинаем наблюдать результат этих усилий. Мы не можем изменить прошлое, но у нас есть второй шанс показать, что мы можем сдержать этот вирус. Широко распространенные требования отставаться дома могут в конечном итоге подавить передачу вируса до уровня, который существовал несколько недель назад, перемотав эпидемиологические часы и сделав возможное сдерживание еще раз. На этом этапе мы можем предпринять три шага, которые позволят нам ослабить самые ограничительные меры по социальному дистанцированию и вновь открыть наши города. Требования, чтобы все носили маску, это требование номер один. Тканевая маска не обеспечивает существенной защиты человеку, носящему ее, но она может помешать зараженному человеку передать COVID-19 другим. Эпидемологи называют это контролем источников. Центры по контролю и профилактике заболевания CDC уже рекомендовали граждан использовать маски для лица. И опубликовали инструкции, как самому изготовить маску, но этого недостаточно. Нам нужна директива, а не просто рекомендация, чтобы каждый носил маску из кани в общественных местах. Это может существенно сократить заражение в сообществах, одновременно позволяя людям выходить из дома. Это также решило бы острую проблему передачи вируса людьми, у которых нет симптомов. Есть, нет симптомов. Носи маску. Несколько производителей одежды начали производство тканевых масок, чтобы каждый мог иметь их. Универсальный источник контроля может быть очень эффективным слоем швейцарского сыра, который позволил бы нам смягчить другие, более ограничительные меры. То есть не связывать руки, да? Далее, мера номер два. Проводить тестирование людей. Поскольку мы ослабляем социальное дистанцирование, способ предотвратить вспышки, это быстро найти людей с вирусом и прекратить дальнейшее распространение через тестирование, отслеживание контактов, изоляцию и карантин. Это требует доступности тестирования везде. Причем результат должен быть готов в течение часов, а не дней. Чтобы это работало, тестирование должно быть доступно. Когда и где это людям нужно. Будут играть роль центры для обслуживания автомобилистов в машинах или передвижные лаборатории, мы также должны обеспечить тестирование людей, так же, как мы делаем это с услугами кашеринга и доставкой еды. Наемоподготовка рабочей силы позволит расширить отделы общественного здравоохранения с нехваткой кадров и вернуть людей к работе. Работники с медицинским образованием могут собирать образцы при поддержке армии и немедицинского персонала с соответствующими средствами индивидуальной защиты для безопасного отслеживания контактов и предоставления рекомендаций по добровольной изоляции и карантину. Технологические платформы, которые приводят в действие гигантскую экономику, могут быть перепрофилированы и растиражированы, чтобы сделать все это возможным в стране. Самым важным фактором, способствующим современному тестированию, станет широкая общественность, чей вклад, чувство личной ответственности могут обеспечить проведение тестирования, когда оно необходимо. Было бы идеальным, если бы люди шли на тестирование в тот момент, когда появляются симптомы, так же рефлексивно, как они используют термометр, когда у них есть нехорадка. И если у них есть COVID-19, то изолируя себя и прося свои контакты добровольно изолироваться, они могут помочь им стать конечным звеном цепепередачи, а не просто звеном в ней. Это слова руководителя РАМС-Водовской программы господина Венкая, который одновременно в очень крупной фирме всем этим занимается. Это его слова и его подельников. И они звучат не в ту эпоху. Я не из далекого прошлого их вынимаю. Это звучит сейчас. Ну а дальше Венкая, успокаивающая нас с помощью адресации к метафоре швейцарского сыра, переходит к главному. Оно же очередные отсидки, прошу прощения, акта гражданской ответственности. Приготовьтесь к повторным скачкам COVID-19, заявляет этот господин. Заявив же он, разъясняет, почему надо приготовиться. Как мы видим в Азии, говорит он, ослабление социальных вмешательств может привести к возобновлению передачи вируса. Это будет представлять риск до тех пор, пока у нас не возникнет иммунитета у существенной части населения в результате применения вакцины и или предыдущего воздействия вируса. Нам необходимо определить триггеры для раннего и скоординированного повторного введения социальных вмешательств, такие как лабораторный надзор в сообществе или наша неспособность связать новые случаи с известными случаями. Эти триггеры и действия должны быть понятны и осуществлены всеми сообществами. После этой волны пандемии COVID-19 у нас будет новой нормальной, характерно, что и слово новое и слово нормальной взяты этим господином в кавычки. Образ жизни и работы, который обеспечит некоторый уровень защиты по сравнению с нашей жизнью до пандемии. С самого начала мы можем ожидать меньше публичных собраний, меньше поездок, больше социального дистанцирования на рабочем месте и больше взаимодействий в виртуальном пространстве. Это, безусловно, снизит риск повторного скачка. И если мы успешно развернули первые два решения, маски и тестирования, мы можем с помощью третьего решения, плюс к этим двум, избежать самых крайних мер, которые мы проводим сейчас. Завершая свое пророчество, господин Винкаевс вновь, ну, видимо, какое-то специальное к этому влечение, адресует метафори швейцарского сыра. Но очень много трупов, все прочее, да? Как-то можно, болба, чем-нибудь еще поразыскать. Итак, метафора швейцарского сыра в исполнении господина Винкая. Эти вмешательства, три вот эти, да? Говорит он. Представляют собой нарезанные ломтики швейцарского сыра, которые могут позволить нам вновь открыть наши города, одновременно предотвращая повторное возникновение инфекций. Они позволят нам сгладить вторую волну пандемии, если она случится осень или раньше. Но самое главное, они позволят нам выиграть столь необходимое время, пока мы не получим вакцину, которую он, как бизнесмен-вакцинатор, произведет, или его подельники по этому делу. Ну и, конечно же, вакцину получат в любом случае СЭПИ, членом совета которой является данный представитель крупнейшей японской фармакологической компании. И одновременно один из членов той группы Рамсфилда, которая впервые стала разрабатывать карантин, я убежден теперь в этом просто на 100%. Не как меру защиты населения это предлог, а как способ трансформации и общества, и человека. Но имею ли я по-настоящему серьезные основания для того, чтобы настаивать на том, что ковидные дела и впрямь заточены, повторю еще раз, на трансформацию общества и человека. Да, я имею основания так полагать, но об этом в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok